Всем привет! Я Павел Ежов и сегодня хочу поделиться с вами обзором своего нового приобретения. Это ЦКТ от компании SOLD+. У него есть ряд достоинств вообще неоспоримых, но и есть ряд таких также неоспоримых недостатков. Давайте посмотрим, давайте обсудим. Смотрите, ну, во-первых, он стальной. Это уже круто, это здорово, это не пластиковые ведра, это хорошо. Второе, у него есть крышка с клампом и такой простенький, но вполне себе рабочий шпунт-аппарат. В принципе, почему бы нет? Вполне себе такая интересная история. По заверению производителей, это ЦКТ держит давление до 0,8 атмосферы. Ну и, наверное, где-то, если получится 1 атмосфера при 10 градусах для сбраживания сусла, в общем-то, мы получим на выходе вполне нормальное карбонизированное пиво, если говорить про какие-то такие, ну, обычные рядовые светлые эли. Здорово, будем бродить, будем экономить газ. Ну и, в общем, посмотрим. Должно быть интересно. Поехали. Первое. Очень много вопросов у меня к самому себе возникало, почему вся эта история так дорого стоит. Я смотрел все ЦКТ под давлением, и я видел какие-то цены в 30 тысяч, в 60 тысяч. Причем я говорил про ЦКТ без рубашки охлаждения. То есть просто, просто, про стальную кастрюлю, которая с герметичной крышкой и может поддерживать давление. Ну, наверное, наверное, даже среди моих зрителей есть много людей, которые могут себе такое позволить. Я как-то стал что-то смотреть, анализировать, и вот этот ЦКТ стоит 17 с чем-то тысяч рублей. Ну, вот, 18 с доставкой. Сразу скажу, я никакого отношения к компании Solot Plus не имею, я их ничего не рекламирую, я вот пошел и купил. Вот, без какой-то рекламной мысли. Тем не менее, да, спасибо. Коллеги, я представился, они меня узнали. Вот, мне подарили пачечку дрожжей, теперь у меня можно упиться пшеничным пивом. Китайские дрожжи. Посмотрим. Но это тема для дальнейшего обзора. Возвращаемся к ЦКТ. Первое. Шпунт-аппарат. Ну, шпунт-аппарат, вы, наверное, видели уже много таких. Обычно народ их вешает на быстроразъемные соединения и прямо на кеге. Нацепляет и регулирует давление, сбраживает под давлением прямо в кеге. С этим понятно. Кламп все просто. Кстати, транспортная компания слегка грохнула мне крышку. Видите, да, как это все немножко кривовато. Это скорее вопрос привет Пэку, но с другой стороны, кто мешал сделать нормальную, качественную упаковку, чтобы все это доезжало, ну, вот, без вот этих вот перегибов. Производитель пошел навстречу, прислал, мне сказал, что все, давайте, присылайте крышку, поменяем без проблем. Но месяц с момента заказа я ждал ЦКТ, и теперь еще, ну, недели две буду ждать, пока эта крышка как бы, да, поменяется. Потому что Липецк, Санкт-Петербург, так-то немножко такое расстояние. Плюс это все не стоит в наличии, это все делается под заказ. 18 тысяч. Я решил попробовать. Это самый дешевый ЦКТ, который я нашел на рынке, и я был готов на эти приключения. Что касается герметизации крышки. Крышка герметизируется вот таким вот обручем и вот такой вот силиконовой прокладкой. Не знаю, насколько вот такая прокладка сможет держать давление в одну атмосферу, ну, даже пусть 0,8. Попробуем. Попробуем, посмотрим, пока, ну, вот, пока это вот выглядит все вот так. К плюсам. Эта штука на колесиках. Она ездит, и это очень классно. То есть, ну, я домашний пивовар, я не варю тоннами, да, у меня нету здесь ничего такого стационарного и большого. И поэтому возможность подкатить, откатить под пивоварню, туда-сюда, в угол передвинуть, это обалденно. Большинство моделей, которые я смотрел, были на стационарной такой ноге, ну, либо на ноге, либо на такой вот округлом основании. Все можно двигать. Ну, вот на колесиках колесики огонь, колесики классные. Хорошо, дальше. Несмотря на то, что эта штука выглядит вот так достаточно массивно, она с небольшим усилием снимается с рамы. Рама остается отдельно. Все достаточно легкое. И ЦКТ можно отнести, куда-то помыть. Ну, то есть, вот он не сильно тяжелый. Следующий плюс, который я тоже не увидел в более дорогих моделях ЦКТ. Наличие дрожжесборника. Также из нержавейки. Дрожжесборник на клампе. Можно снять и посмотреть. Если я не ошибаюсь, это дюймовый кламп. Это вот такой вот дрожжесборник. Швы. Ну, швы отдельная история. Мы посмотрим с вами внимательно на эти швы. На сварку, я имею в виду. Сварка. Сварка это, наверное, конечно, минус этого ЦКТ. Это такая самоделка. Причем самоделка такая не очень заводского формата. Но, тем не менее, давайте всему свое время. Пока мы говорим про дрожжесборник. Огромный, огромный кран. Он огромный. Он перекрывается. Я не знаю, сколько это дюйм. С половиной, наверное. Это здорово. Вот такое вот здоровое отверстие. Чем это хорошо? У меня есть ЦКТ пластиковый фастферментер. Там, когда конус сходится и, соответственно, кран, и дальше все переходит в дрожжесборник, там отверстие маленькое. Оно где-то вот 1,2 дюйма или 3,25 дюйма. Иногда бывало, что дрожжи и брух собирались вот здесь. Они просто вот как-то залепляли. Если атюмация у дрожжа еще хорошая. Они залепляли вот это вот отверстие и не проникали в дрожжесборник. Это, конечно, за гранью добра и зла. Приходилось как-то вот его колотить, стучать, пытаться это все вот протолкнуть как-то внутрь. Это не очень удобно. Здесь, я надеюсь, что все будет достаточно хорошо. Что у нас дальше? Дальше у нас сливной кран. Обычный, на 1,2, ничего особо интересного. Ну и гильза с термометром. Давайте посмотрим, что внутри. Сейчас переключу камеру. Что внутри? Внутри разметка. Разметка до 40-45 литров. И я вам скажу, что 45-40 литров это вот уже вверх. Если мы учтем, что у нас всегда при брожении какая-то пена появляется, я бы, конечно, использовал где-то на уровне 35-30, ну, наверное, 35 литров. Это его предел, чтобы пена не вылезала в гидрозатвор, ничего там не забивала. Наверное, все-таки вот это вот такой нормальный рабочий объем. Теперь ложка дегтя. Смотрим на качество швов. Я не могу сказать, что они самые жуткие. Они, ну, ну, не... Но все равно эти швы, конечно, вот посмотрите, особенно внизу. Вот здесь вот такое ощущение, что шлифмашинка даже не ходила. То есть вот прямо вот видны вот эти вот зазубрины. Соответственно, если вы ждете от этого ЦКТ за 18 тысяч рублей чего-то экстраординарного, каких-то фабричного исполнения, фабричных швов и такого, что вы вот купили его и в ту же секунду начинаете наслаждаться. Нет, я считаю, что этот ЦКТ нужно немножко доработать. Ну, в конце концов, болгарка с шлифовальным кругом это вполне такой доступный инструмент. При наличии более-менее прямых рук я планирую попробовать это все шлифануть. Сейчас покажу гильзу и врезку крана. Ну, гильза, да, врезка крана, соответственно, место тоже не зашлифовано. Не буду судить, хорошо это или плохо. Это, конечно, плохо, но просто все стоит своих денег. То есть если вы покупаете ЦКТ за 60, наверное, да, имеет смысл задать вопрос уважаемый товарищ производитель, что это за ерунда. Учитывая нынешние цены на металл, на работу и вообще на все-все-все, наверное, наверное, это допустимо. Но, повторюсь, имейте в виду, что вам придется каким-то образом все это дело шлифовать, дорабатывать. Для чего это нужно? Да очень просто, потому что вот как раз вся вот эта вот окалина, наплывы, вот все-все-все вот эти вот дефекты сварки, это же типичный грязесборник. И никто не мешает всей дряни, бактериям, там, не знаю, всему тому плохому, с чем мы боремся в нашем пиве, прекрасно поселиться где-то в складочках вот этого шва. Ничего страшного, будем шлифовать, будем разбираться. Ну что, попробуем давление. Как же наш ЦКТ держит давление? Давайте посмотрим. Значит, еще раз, да, смотрите. Если вы хотите взбраживать под давлением здесь свое сусло, соответственно, ну, имеет смысл это сусло также под давлением и разливать. То есть подключать куда-то к этому нашему ЦКТ там, Пегас, Айтап, ну, какая там у вас головка есть. Сверху подключать баллон, чтобы поддерживать все время давление, там, например, одну эту нашу атмосферу, там, да, полторы атмосферы, ну, вот сколько нам нужно для того, чтобы достичь нужной степени карбонизации. Каким-то образом все это дело разливать. А как мы будем разливать, если у нас здесь обычный кран? К сожалению, никак. Поэтому в любом случае вам придется разжиться дополнительно какими-то вот боллок фитингами кеговыми. И, соответственно, вам потребуется две головки. Одна головка должна стоять где-то наверху, чтобы вы поддавали сюда давление. А вторая головка должна стоять где-то внизу, где вы будете снимать, соответственно, это пиво разливать. Я купил на Алиэкспрессе вот такой вот трехходовой кран. И, соответственно, под разлив пива головку я планирую заменить вот этот нижний разливочный кран. И здесь сверху придется что-то колхозить, какой-то тройничок, соответственно, чтобы у нас и шпунт-аппарат, и головка для подачи газа, соответственно, как-то вот здесь вот сверху, ну вот, уживались. Это все не проблема. Все эти железяки есть. Я, ну, наверное, не в этом обзоре уже, а в следующем все подробно покажу, расскажу. Мало того, я купил грелку, потому что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области обычно все-таки сусло надо греть, а не охлаждать. И то, что сейчас стоит аномальная жара, и вот термометр показывает тридцатку, это просто что-то необычное, непонятное. И вот эта вот штука в небе висит такая ярко и светит. Это что-то мы не понимаем такое. Обычно это 15 градусов и дождь. Это вот обычная температура, и тебе нужна грелка, которая будет греть твое сусло до там 18-20 градусов. Вот нормальный расклад. Сейчас, что делать в такую жаровую, я даже не варю пиво, потому что, ну вот, невозможно. Невозможно. 30 градусов в помещении. Может быть, ребята из Краснодарского края меня и не поймут, но если у меня и зрители из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, я думаю, они меня поймут и поддержат. Итак, пока оставляем все эти наши приборы и инструменты в сторону. И переходим к интересному моменту, как мы будем проверять на давление наше ЦКТ. Буквально в прошлые выходные я заленился и не стал трясти и катать кеги. И подключил баллон и решил, ну, пускай потихоньку, недельку карбонизируется. И, соответственно, весь баллон, видимо, где-то вот эти пневмошланги было плохое соединение, весь баллон у меня вышел. Ну, ладно, бог-то с ним. Я от старой камеры соорудил вот такой вот переходничок, тут загерметизировал. Сейчас мы вкрутим его в кран и обычным автомобильным насосом попробуем накачать, поднять давление и посмотреть, какое же все-таки давление наш ЦКТ держит. Ну, вот, смотрите, я надул всего лишь, даже не знаю, сколько это, чуть-чуть. А вот, наверное, мой микрофон даст даже услышать, как травит крышка. Крышка травит, давление не держится. Хорошо, попробуем сейчас смазать крышку, силиконовую пластину. Ну, все это смыть, помыть, промыть как следует. И немножко силиконовой смазки. Попробуем еще разок. Так, подключили дрожжесборник, подключили здесь, открыли кран, включаем и буду смотреть на манометр. Но, тем не менее, забивши по атмосфере, что мы слышим? Правильно, мы слышим утечку. И утечку опять из-под крышки вот отсюда. Какие выводы мы делаем? Правильно, что давление не держится. И вот при выключенном насосе оно, к сожалению, уходит. Ладно, стравливаем воздух. Заканчиваем эксперимент. Ни переворот силиконовой прокладки, ни смазка ее силиконовой смазкой нам не помогли. Ну, что сказать. Эксперимент есть эксперимент. И даже если я был готов простить эти сварные швы, зачистить их болгаркой, но это вопрос 20 минут. Болгарка с шлифовальным кругом? Или дремель какой-нибудь с войлочными такими шлифовальными? Это все уберет за 20 минут. То есть можно эти швы вывести вообще в зеркало. Это вообще ерунда. Это просто, ну, человеку с руками 20 минут работы, говорю. Да даже без рук 30 минут работы, поверьте мне. Но с давлением система показывает свою несостоятельность 0,5 атмосферы. И эти 0,5 атмосферы явно слышно ухом, что это, ну, вот просто травится. Это причем вот мгновенно. Что будет с поддержанием давления, если мы будем оставлять этот баг бродить там, условно говоря, неделю? Ну, я не могу сказать, да, честно говоря, и уже и пробовать не хочется. Система выглядит достаточно надежно, достаточно серьезно эта крышка. Но вот силиконовая прокладка, конечно, оставляет желать лучшего в данном случае. Возможно, было бы неплохим вариантом приклеить ее к крышке, герметично приклеить плотно, чтобы у нас площадь контакта была минимизирована. Не этот вот внешний ободок и вот этот вот внутренний ободок, а только к внутреннему ободку мы прижимались. Возможно, тогда будет получше, потому что вот, например, вот это вот под пивоварней изебрю, которую я использую, здесь как раз такая хитрая прокладочка. Она утоплена и, хоть и не приклеена, но вот этот вот ободок очень плотный, очень герметичный. В данном случае, конечно, конструкцию нужно дорабатывать, потому что, ну, вот такая вот прокладка, это как-то не очень. Ладно, буду беседовать с производителем, что скажет производитель на эту тему. Может быть, возврат, может быть, мы что-то будем придумывать вместе. Но пока в таком виде ЦКТ эксплуатировать, ну, как-то вот не получается. Хотел провести еще тесты на воде, померить, сколько воды помещается в дрожжесборник, сколько до сливного крана. Но сейчас это все бессмысленно и достаточно бесполезно.